Наверное, все поколения школьников всегда были рады, если по каким-то причинам занятия в будний день отменялись, а классные задания давались на дом. Нынешний год принес учащимся множество таких дней дистанционного домашнего обучения. Так, что порой дети даже мечтают, скорее бы нормально пойти в школу. Вирусная волна вынудила городскую администрацию вновь прибегнуть к ограничению посещаемости школ. Сейчас у ребят первые в учебном году каникулы, осенние, которые начались раньше, чем обычно. И не для всех учеников закончатся 9 ноября встречей в школьном классе. С 1 по 5 класс, 9 и 11 класс будут учиться в школах, точно. 6, 7, 8 и 10 соответственно будут переведены на дистанционную форму обучения. Как подчеркивает заместитель главы, данные меры направлены на уменьшение наполняемости школ, так как, к сожалению, сводки по заболеваемости среди горожан ежедневно растут. Растет и уровень проблем, вызванных вирусной волной. Поэтому ограничительные меры не ослабляются и, возможно, даже будут усиливаться. Рейды по объектам потребительства рынка будут продолжены. Они и сейчас продолжаются. Соблюдение масочного режима не снято. На транспорте, в помещениях это все будет проверяться. Протоколы составляются. Административные правонарушения будут применяться. Жанна Шурова призывает берчан проявлять сознательность и не пренебрегать требованиями по соблюдению защитных мер в условиях сложной вирусной обстановки. Ведь все ограничения вводятся для того, чтобы сохранить здоровье каждого гражданина и городского населения в целом.